Мария Евневич изучала судьбу отечественных самоделкиных и нашла нам гениального автоизобретателя. Давайте посмотрим. Многие ругают отечественный автопром. А зря. У русских автомобилей иногда попадаются абсолютно неплохие детали. И при наличии технических навыков из золотых рук, из нескольких отечественных авто можно собрать практически что угодно. Константин, а что это? Это самоделка, которая отвечает моим требованиям к красивому автомобилю. Она полностью сделана вручную, за исключением тех элементов кузова, которые нет смысла изготавливать своими руками. Это уже шестая машина Константина. Как и у всех предыдущих, у нее нет ни марки, ни модели. Константин придумал и собрал ее сам. По своему авторскому дизайну использовал в качестве основы железо и некоторые другие детали от русских авто. Ну вот лонжероны от «Жигулей», подвеска от «Жигулей», с балкой, с рычагами, с пружинами. И какая модель «Жигулей» здесь поучаствовала? Пятерка. Что у нас здесь? Это двигатель. Что за двигатель? Ну, можно сказать, от грузовика. На отечественной это что-то было? Ну, конечно, здесь отечественная передняя часть 41-го москвича. То есть это и лонжероны, и коробка, и подвеска. Скажите, какие здесь детали стандартные, а что вы делали вручную сами? Стандартного здесь что? Рулевая колонка от какой-то «Тойоты» старенькой. Клавиши, опять же, отечественной автопром. Для меня это не критично. Значит, переключение передач стандартное от 41-го москвича. Джойстик полностью самодельный, вплоть до ручки. Для поворота задних колес. В создании этого транспортного средства поучаствовало множество представителей отечественного автопрома. Кроме 41-го москвича и классической модели «Жигулей», здесь есть детали от «Волги», например, спидометр и задняя крышка. Ну, а капот был унаследован от 12-й модели «Жигулей», естественно, после некоторой переделки. Ну и вообще, рассматривая эту машину, можно встретить массу родных и знакомых, местами уже даже давно забытых названий. Но в любом случае, без труда, вложенного Константином, вся эта груда железа никогда не стала бы автомобилем. Все внешние детали были выкованы вручную. При помощи кувалды и молотка Константин может придать любой железяке нужную форму. Ну вот, пожалуйста. Готовая деталь. И ведь можем же, если захотим. Вот он, настоящий представитель отечественного автопрома. Штучный экземпляр, абсолютно эксклюзивная модель, гаражная сборка, полный хендомейт, еще и ездит. Прокатите, Константин? Конечно.